Вчера я зафиксировал прибыль по итогам недели, там в районе 30%, что составило 36 или 38 тысяч рублей. Это очень здорово, кажется, но надо ли оно нам и что я испытал при этом, чем я, как я этого добился. Сейчас я расскажу, а вы уже решайте, оно вам надо или нет. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, вы знаете, что я занимаюсь опционными стратегиями, я давно про это не рассказывал. И вот вчера была очередная экспирация по индексу РТС и по нефти. И я зафиксировал прибыль на индексе РТС, как я уже сказал, 38 тысяч, но 36 или 38 было как-то так. Вот, но какие чувства я при этом испытал? Счастье? Ну, не знаю. Я думаю, что эти чувства можно описать примерно так. Примерно то же самое чувствует канатоходец, который идет по канату через огромный-огромный каньон. И там то ветер, там то еще что-то. И он всегда рискует упасть. Да, пусть он даже со страховкой. Но это страшно. И вот он идет-идет, и последние метры остаются, и уже чуть-чуть, и дойдет или не дойдет. Вот и канат скользкий, и ноги уже трясутся. И дошел. Вот что чувствует этот канатоходец? Счастье? Ну, не знаю. Наверное, как бы облегчение скорее, чем счастье. К концу прошлой недели по индексу РТС наблюдалась следующая картина. Вот сейчас вы ее видите. Вот на начало прошлой недели вы видите, что он, ну, как бы находится в восходящем тренде. Он идет вверх. И я сказал в своем чате по опционам, говорю, слушайте, но я думаю, что банкет будет продолжаться, что индекс РТС будет продолжать расти. И я так считаю, по крайней мере. И я буду ставить на рост этого индекса. Ну, почему? Ну, вы видите, что рост достаточно устойчивый. И, то есть, ничего не говорит о том, что он должен, во-первых, завершиться. Во-вторых, намечается встреча Байдена, Байдена и Путина, значит, или Путина и Байдена, к которой все усиленно готовятся, поэтому ничего такого, никаких опрометчивых шагов не делается. И стараются все подмазать. То есть, есть надежды какие-то на улучшение отношений, поэтому индекс РТС растет. И, ну, эта встреча уже как бы состоится, все известно. Вот. Ну, ждут разрядки какой-то небольшой хотя бы в отношениях. Еще один момент, значит, снимаются ограничения коронавирусные и потребление нефти там, значит, растет. А мы знаем, что Россия получает очень большую часть доходов от нефти. И, соответственно, тоже и нефть растет вроде как в цене и на максимумах. Вроде бы все хорошо. Еще один момент. У нас в России выборы намечаются в сентябре. И к выборам хочется, ну, как бы главная проблема у России в том, что нет роста экономического. И в результате, значит, Путин сказал, что надо выделить большие деньги достаточно на строительство дорог, на инфраструктурные проекты. Я это вижу. Куда деваются эти деньги? Эти деньги деваются в дороге. То есть, мы видим, что повсеместно ремонтируются дороги. Кругом строятся мосты. Я это вижу. Много мостов. Я просто езжу. Я был в Нижнем Новгороде. Там вообще ужас. Все перерыто. Все в экскаваторах. Все перекладывается полностью в асфальт. И есть куда вкладывать, на самом деле. То есть, видно, что деньги вкладываются. Видно, что деньги из бюджета поступили в экономику. Ну, то есть, они вкладываются в дороги. Но так или иначе, они потом, значит, идут, идут, идут в зарплату. И, так сказать, коснутся каждого. И мы это уже видим. Поэтому я решил, что, в общем-то сказать, ну, по крайней мере, до августа рост будет продолжаться какой-то вот экономический. Но и в связи с этим будет продолжаться рост индекса РТС, скорее всего. Вот. И поэтому я вот такое высказал предположение в чате и сказал, что я строю стратегию вот следующую. Сейчас вы ее видите. Вот чат. Вот я ее сейчас увеличиваю. Смотрите. Вот она стратегия. Вот сейчас вот, вот она вот, линия. Это текущее состояние курса. Я говорю, что курс РТС вырастет. Он вырастет вот сюда. И если он вырастет до 100... Сейчас скажу, скольки. Где он тут продан у меня? До 167 500, то я, так сказать, как бы у меня прибыль будет там 54 тысячи. Но если он не вырастет, если, так сказать, останется вот в этом положении, то минус 20 тысяч вот эта полочка. Вот такое состояние. И я в чате пишу, что я жду продолжения банкета. Сейчас у меня вот здесь выделено красным цветом 2.25 дельта. То есть, как бы, небольшой рост. Но он потом, значит, вжух и ускоряется. Вот такая стратегия у меня была построена. Это еще было 3-го числа. То есть, цикл начинается буквально с 4-го по 10-е июля. Вот это вот состояние, которое я здесь нарисовал, это было в четверг, когда предыдущая стратегия была закрыта. Там я, в общем-то, ну, получил минимальную прибыль какую-то и говорю, что жду продолжения банкета. Вот, как бы, такое начало. Вот такая вот линия. Ну, а теперь посмотрим, во что она дальше трансформировалась. Люди в чате, это чат, который посвящен тем, кто закончил курс по опционам. Они говорят, что, блин, вот есть подозрения, и есть подозрения не только у нас, там, вот какие-то вот, они там занимаются еще у каких-то ведущих трейдеров, и они говорят, что, блин, вот там наш гуру говорит, что будет обвал рынка. До 162 тысяч. И, ну, 162 тысяч, как вы понимаете, вот он вот, он не так уж и далеко, здесь масштаб тот еще. Вот, поэтому я начинаю немножечко уже сомневаться, а полочка у меня, как вы заметили, там снизу минус 20 тысяч, и ничего не происходит. И вроде бы он начал дергаться вниз. И после того, как он начал дергаться вниз, я что-то как-то засомневался и решил немножечко умерить свой пыл, и вот здесь вот продать опционы 165. Я купил опционы 165, а здесь эти проданные опционы, вот они, вот, они проданы, то есть я купил опционы 165 тысяч. И жду дальше, ну, то есть у меня все усилилось, дельта увеличилась, то есть полочка приблизилась немножечко, ну, вот, как бы так. А люди говорят, что вот будет падение, и посмотрите, вот он подпрыгнул здесь, да, 3 июня, и пошел валиться. Потом так вот не очень хорошо отскочил, и вроде как, ну, может пойти вниз, думаю я. И, соответственно, немножечко, конечно, начал трусить и как-то перестраивать стратегию. И вот, что я сделал по индексу РТС. Когда он начал падать, вы видите, да, вот оно падение, я струхнул и начал строить свою любимую шляпу. Это кондор, ну, или бабочка, это бабочка. Вот, я начал строить свою любимую шляпу, она вот почти правильной формы получилась у меня. И самая главная дельта уже минус 1,02, то есть вот она падает, вдруг она начнет падать дальше, то есть чтобы у меня было уже хоть какой-то запас. Ну, и, соответственно, при построении шляпы уже вы видите, что у меня будет увеличиваться прибыль, и здесь уже я вхожу в положительную территорию. Там, ну, 6 тысяч где-то, но все равно, значит, если он будет вот в этом диапазоне, то 6 тысяч. Здесь, вы видите, немножечко уменьшается, ну, то есть то, что будет на время экспирации. Вот. Ну, в принципе, ну, как бы я думаю, ну, ладно, ничего не получу, ну, то есть особенно 5-6 тысяч, ну, хорошо. Я с этим уже смирился. Что происходит дальше с РТСом? А он начинает расти после этого. Вот здесь вот мы завершили. Он начинает расти. Я пишу, что РТС-то упертый. Как бы он до 167500 не залез. А если он залезет на 167500, то у меня уже будет не очень хорошо. Вот уже приближается экспирация, он не падает. И вдруг он начинает... Вот он, вот она, экспирация. Я немного струхнул, конечно. И я начал уже строить вот такую фигуру. Посмотрите, вот она. Страшная штука. То есть я нахожусь на пике практически. И этот пик составляет где-то там 16 тысяч, или 18, или 20 уже, так сказать, я не помню точно. Вот он, этот пик. Но чем опасна эта фигура? Если цена вырастет, то я начинаю терять деньги. А если цена упадет, то я тоже начинаю терять деньги. То есть мне важно, чтобы я оставался на этой цене. Но при этом я еще настроен на рост. Все еще. Видите, вот она вот линия. Вот эта вот. Вот эта линия. Это текущая линия. Но вот то, что будет на экспирации, вот я получу вот эту вот вещь. Это на экспирации. Это 17 тысяч. Но ее надо заработать. А денег у меня на счете 83 тысячи. То есть денег у меня уже уменьшилось. За счет управления вот этими позициями денег стало меньше. И есть надежда их вернуть все. И очень хочется их вернуть. А вот здесь вот на пике я получу 20 тысяч где-то. И вот прямо смотрите. И вот здесь вот я уже чувствую себя, понимаете, да, как на краю пропасти. То есть шаг вправо я обваливаюсь, шаг влево я обваливаюсь. И уже завтра экспирация. Вот здесь идет обсуждение. Что я делаю на следующий день? На следующий день. Индекс начал расти. Он перешагивает немножечко вот сюда уже. То есть я вообще на самой вершине нахожусь. Но у меня 86 тысяч зафиксировано. Уже 6 тысяч в прибыли. Но при этом, смотрите, я нахожусь на вершине. То есть как только он начнет и расти дальше, я начинаю скатываться. Я начинаю катиться вниз. И вот это страшно. А если он обвалится вниз опять же, то я сюда полечу. И я уже как на иголках. А уже там чуть ли не 10 число, насколько я помню. Да, 10 число. Вот оно. 10 число. То есть день экспирации. Надо дотянуть до 19 часов. В 19 часов будет получена вот эта прибыль. Ну, так сказать, та, которая вот на вершине. Вот. То, что есть. Вот по этой линии. Если сдвинется выше, то прибыль уменьшается. Если сдвинется сюда, она немножечко увеличится, а потом снова пойдет уменьшаться. Вот так. Очень страшная ситуация. И, ну, я об этом пишу. Сижу как на вершине вулкана. Страшно. И посмотрите, что происходит. Рубль-доллар. Рубль крепчает. Доллар к рублю опускается. И это происходит 15 часов 56 минут. Смотрите. Вот она ситуация. 15 часов 56 минут, когда он скакнул. Что происходит в это время? А в это время уже начинает, ну, открываться биржа в Нью-Йорке. И в это время наблюдается, ну, такой резкий скачок обычно. Там и по нефти, и по всем индексам. И смотрите, рубль укрепляется. Три часа осталось пересидеть. Ну, и где же обещанное падение РТС? Ну, то есть я тут еще и немножечко ехидничаю. Но что происходит дальше? А дальше происходит страшное на самом деле. А дальше вот пишет Андрей, хулиганы снова ГО лишают. Что это значит? Это значит, что брокер резко увеличивает лимит по ГО. И уже ничего нельзя сделать. Невозможно изменить ситуацию. То есть вот эта вот, та ситуация, которая построена, я ее скорректировать уже ничем не смогу. Понимаете? То есть все. Веревка кончилась, грубо говоря. Дальше я иду без страховки, что ли. Ну, как бы, то есть для того, чтобы скорректировать эту позицию, надо либо внести деньги на счет. Закрыть уже ничего нельзя, только выносить деньги на счет. Вот такая ситуация. И здесь, конечно, нервы на пределе. Последние три часа ничего нельзя сделать. Надо просто только наблюдать. И что происходит дальше, накануне экспирации? А накануне экспирации он пошел вниз. А, нет, он как раз скакнул вверх, наоборот. Он как раз скакнул вверх. И смотрите, что происходит. Вот она. Вот вершина. И я съезжаю с вершины, видите, вот здесь. А здесь у меня уже вариационная маржа ноль. То есть я ничего не заработаю. И если индекс вырастет чуть дальше, то я уже ухожу резко в минус. Если я дойду вот до сюда, минус 40 тысяч. И нервы на пределе. То есть я думаю, ну что, опять его выток уйду. Или он все-таки пойдет вниз. Я смотрю на графики. Где здесь у меня 10 число? Вот она, это открытие биржи. Индекс S&P дернулся вверх, но вот он максимум и здесь максимум. Я надеюсь, что выше он не уйдет. Уйдет нефть. А нефть в этот момент уже, в общем-то сказать, как бы готовится к развороту вроде как. Думаю, нет, не уйдет. Сижу, держу кулаки. Вот. Время идет. Я на нервах. Исхожу весь. Давайте смотрим, чем закончилось все. Ну вы уже знаете, чем закончилось. Вот. Вот она вот ситуация. Смотрите. Вот то, что я сейчас только что показывал. Вот она ситуация. Вот если он упадет вот сюда, то есть это вершина нашей горы, то вот здесь вот я получу 23 тысячи рублей. А вот здесь вот ноль. Понимаете? А вот здесь вот ноль. А если он выше пойдет, то значит я дальше, так сказать, теряю деньги. Тоже начинаю терять деньги. Вот такая ситуация. Вот посмотрите. Здесь 761 рубль вариационная маржа. То есть это практически близко к нулю. А если вот дойдет до стрелочки, то 23 тысячи рублей. Жуткое дело. Там просто вот я смотрю, а сделать ничего нельзя. Понимаете? То есть бабахнет или не бабахнет. Вот такая ситуация была. Вот давайте смотрим сюда. Вот он здесь. К моменту экспирации, смотрите, 18.44. Через одну минуту, ой, через 5 секунд уже все, экспирация. То есть вот она, экспирация, момент экспирации. Он отскочил вниз. Он отскочил вниз. То есть мы приподнялись. У меня уже плюс 17 тысяч вместо 700 рублей, которые были. И 5 секунд до экспирации. Фух, что у меня на душе. Я такой, фух, слава богу, поднимаюсь и ухожу. В магазин. Мне надо было идти в магазин. Думаю, ладно, надо отойти, надо все успокоиться. Но успокаиваться рано было. Там еще продолжение. Посмотрите, какая ситуация у меня. Вот здесь вот у меня, по ситуации, у меня есть достаточно большое число опционов в деньгах. И что это значит? Это значит, что по этим опционам будут, ну, как бы они будут реализованы. Те опционы, которые в деньгах. И, ну, что такое опционы? Это возможность купить или продать фьючерс по цене страйка. То есть я их продам или куплю. Вот. Если это все сбалансировано и продам и куплю, то есть они купятся и продадутся по цене страйка, я получу, ну, соответствующая, как бы, прибыль. Обычно так и происходит. Но здесь все было не так. Поэтому я получаю вот эти вот 17 тысяч. Возвращаюсь из магазина. Я уже не хочу туда смотреть. Я знаю, что я получил прибыль. Я знаю, что я получил прибыль. И все хорошо. Вот. Они проданы. Но через какое-то время я думаю, да, я посмотрю на то, что там происходит. А происходит там ужас, ребята. В результате экспирации у меня получается минус 19 фьючерсов на РТС. Смотрите, у меня денег стало, да, 103 тысячи рублей. Но при этом свободно минус 488 тысяч. То есть я, грубо говоря, взял кредит на 500 тысяч. Еще и у меня так получилось. ГО 573 процента. Процент использования ГО. То есть у меня превышение всех моих допустимых лимитов. Ну, в 5 раз как минимум. Понимаете? Почти в 6. И, ну, если кто понимает, что это такое. Это ситуация маржин кол. То есть брокер имеет право без моего ведома закрывать позиции. Вот что это значит. То есть понимаете? То есть да, я получил прибыль. Вот она. Я ее вижу. 17 тысяч. Но при этом у меня проданные фьючерсы. И здесь ситуация следующая. Ну, большинство брокеров немедленно закрывают по маржин колу все эти позиции, чтобы, ну, как бы для того, чтобы предотвратить убытки. Потому что здесь убытки возможны. Минус 19. Если он пойдет фьючерс РТС вверх, то будут убытки. А если вниз, то должна быть прибыль. Но у большинства брокеров прибыль вы не получите. Что делает открытие? У открытия алгоритм построен очень интересным образом. Вот что я хочу сказать. Брокер открытия не закрывает позиции, пока они не начнут генерировать убытки. То есть, да, я запредельно, у меня вот запредельная позиция. То есть, вы никогда такого не купите, если вы не используете опционы. Никогда брокер вам не разрешит купить, чтобы ГО было, так сказать, 500 тысяч. Понимаете? Если у вас 100 тысяч на счете. Никогда. Ни один брокер не разрешит такое купить. Но в результате экспирации такое возможно. Понимаете? То есть, я с огромным плечом сижу, и у меня минус 19. Ну, представляете, да? На 500 тысяч. И что происходит с индексом? Я, когда это увидел, я чуть не умер от страха, конечно. Вот они проданы, а фьючерс, индекс РТС идет вниз. То есть, эти 19 позиций проданных начинают мне генерировать прибыль. Понимаете? Начинают генерировать прибыль, и пока они генерируют прибыль, брокер не закрывает эту позицию по маржин колу. Хотя имеет право в любой момент. Но он ее не закрывает. Вот это вот важно. И, значит, он катится вниз, брокер не закрывает. То есть, фактически, эта ситуация трейлинг стопа идет. То есть, брокер следит за моей позицией, пока она улучшается. Он ее не закрывает, пока есть надежда, что она улучшается. Но как только она скакнет вверх, он немедленно начнет закрывать ее по маржин колу. Но при этом не все сразу. Вот если вы здесь видите, смотрите, вот здесь есть зеленая стрелочка вверх. Он закрыл. Он закрыл. Но не все. Из 19 позиций он закрыл 15. Теперь у меня остается вот в этой ситуации минус 4. И зафиксирована прибыль. 12 748 рублей. Дополнительно. После экспирации. Еще 12 тысяч. Ну, 17 плюс 12, как вы понимаете, 29, ну там 30 тысяч. Вот. И вот, что я вижу у себя на счете. В моменте. Плюс 32 тысячи, плюс 38, 58 процента. И у меня, напоминаю, минус 4 уже фьючерса РТС. ГО пока еще 120 процентов. Процент использования ГО. Свободных минус 12 тысяч. То есть я еще за пределом 50 процентов. Но брокер пока еще не закрывает все остальные позиции. Что я делаю? Я выставляю заявки Take Profit и Stop Limit на оставшиеся 4. От греха подальше. Уже сам. Потому что брокер, если и закроет, то только один фьючерс. Не больше. Открыть. Это хороший брокер. И. Да. Вот здесь я показываю. Вот. То, что сделал брокер. Видите, да? И вот я поставил. Вот здесь вот, если видно, зелененькая линия Take Profit и Stop Limit. Вот он. Я выставил. Что происходит дальше? Ну, дальше. Через какое-то время я сузил эту позицию. И закрыл все эти 4 от греха подальше. Потому что, ну, что Бога дергать, в общем сказать, ну, как бы испытывать судьбу еще дальше. Ну, каких нерв это стоило? Если вы хотите. То есть, как бы смотрите, я по своей натуре, я люблю какие-то приключения, люблю истории какие-то. И люблю риск, потому что, ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского, называется. То есть, вот такой я человек, немножечко рискованный. И смотрите, у меня на счете, как я уже сказал, было в этот момент 86 тысяч рублей. Кажется, для многих это огромная сумма, кажется. Но у меня это составляет не больше, чем 5% от всего портфеля. То есть, да, я рисковал. Но весь портфель у меня вложен, так сказать, там в другие бумаги консервативные. Там все скучно. А может быть и не очень скучно. Но там нет таких вот полетов, залетов и пролетов. Понимаете? А здесь пули свистят. Я ползу во вражеских тылах. Ну, вот как бы адреналин играет. Но мужчинам это свойственно, наверное. Почему люди катаются с горок, почему люди прыгают с трамплинов, с каких-то на горных лыжах ездят. Это вот как раз то самое ощущение. Если вы не хотите такого адреналина, то я вам очень советую не лезть в срочный рынок. Потому что убытки здесь тоже бывают колоссальные. Здесь адреналин. Вот. И поэтому я не рискую. Ну, а что вот здесь вот я еще. Я говорю, что зато у меня на обычном рынке вот они акции. Вы видите. И у меня Acadia Pharmaceuticals. Вот здесь я ее купил. Которая падала в свое время. И она мне уже принесла. Ну, вот в районе 300 долларов. Сейчас уже больше, потому что там рост продолжился. То есть это еще дополнительно увеличило мою прибыль. Вот. Ну, собственно говоря. Вот таким образом я получил. Я надеюсь, что я хоть как-то попытался передать те чувства, которые испытываешь, когда идешь вот на этом пике. Это, ребята, это страшно. Действительно. То есть, ну, не надо так рисковать. Я считаю, что, в общем-то сказать, не стоит. Но если вы хотите, если вы хотите, если у вас есть склонность к риску, и кто не рискует, тот не пьет шампанское, ну, тогда занимайтесь, конечно. Опционные стратегии тогда это для вас. Но опционные стратегии может строить только тот, кто их может строить. Кто понимает в этом. Ну, а для того, чтобы понимать, как вы уже поняли, вон там, вон курс, биржа для чайников. И опционы. Здесь надо все четко понимать. Что такое тета-распад. Именно за счет тета-распада здесь вот я заработал. И что такое дельта и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что я как бы передал. Думайте, решайте. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий. Демитков Юрий. Продолжение следует...